Сегодня в России отмечают День социального работника. Для подопечных он почти что родственник. И дело не только в помощи по хозяйству, но и в доверительных беседах, которые наполняют жизнь одиноких пожилых людей новыми красками. Сходить в магазин, приготовить обед, постирать, погладить. Обычный распорядок дня Юлии Федотовой. Все как у всех. С той лишь разницей, что делает она это для 13 человек. Юлия не многодетная мать, она социальный работник. На ее попечении старики, что по разным причинам остались один на один со своей старостью. Вот уже 20 лет Юлия выполняет роль мамы для тех, кому сама в дочери, а то и во внучке годится. Как и мама, она не только накормит или уберется, но и выслушает, когда надо, и поддержит. Поняла, что именно в этой профессии меня привлекает это вот чувство, когда ты знаешь, что ты кому-то нужен и что тебя ждут. То есть вот когда, ну, можешь себя, как говорится, реализовать, помогая людям. Вот я бы это так сказала. Потому что очень много сейчас пожилых людей, которые нуждаются в этой помощи. И я считаю, ну, как бы себя таким, наверное, человеком, что я тот человек, который могу дать эту помощь этим людям. Нина Попова из Лангипаса коллега Юлии. Хотя точнее, наверное, говорить единомышленник. Потому что в соцработу идут точно не за деньгами. Нина в прошлом учитель. 15 лет проработала в школе. Была замдиректора. Теперь руководит городским отделением социального сопровождения граждан. В подчинении у Нины 12 человек. На сопровождении у них более 500 семей. Помогают уже тысячам. Во-первых, мы содействуем в оформлении межсоциальной поддержки, чтобы все категории граждан, особенно льготные категории, своевременно оформляли все, что им положено государству. Льготные категории населения, такие, допустим, как инвалиды, мы содействуем в обеспечении техническими средствами реабилитации. У нас в отделении, при нашем отделении работает пункт проката ТСЭ, технических средств реабилитации. Сегодня в округе свыше 5000 человек задействованы в социальном обслуживании. На их попечении сотни тысяч угорчан. Более 6000 получают помощь на дому, еще 1170 проживают в стационарах. 200 с лишним тысяч получают услуги в полустационарной форме. Старики, инвалиды, дети с ограниченными возможностями, семьи в трудной ситуации несовершеннолетние. Список можно продолжать. Всем им помогают те, кого называют социальные работники. Сергей Коробков, телекомпания «Югра» при поддержке телевидения «Ура» и «Лангипаса».